Ну как мы можем назвать эту власть? Наверное, власть кредитов, нищеты, голода и бедности. Вот сегодня в парламенте, пока мы с вами здесь выступаем, они будут голодать новые кредиты. Кредиты, потому что они не справляются ни с экономикой, ни с бюджетом Республики Молдова. Им уже нечем платить пенсии и зарплаты. Кроме того, кредиты, которые нам будут выдаваться на оружие. Ну что сегодня важно в Молдове? Разве хлеб для людей? Нет. ПАС считает, и Майя сам бы так считает, что сегодня важно оружие, вооружение Республики Молдова, толкая таким тем самым нашу страну в конфликт. Это недопустимо. Вот сегодня объявили акцию протеста и аграрии. Хотелось бы, конечно, чтобы вся страна вышла и высказала свое мнение. Ведь действительно, все, что происходит, ужасно, страшно и стыдно. И никогда мы не могли с вами подумать, что такое может быть в нашей стране. Я думаю, вы все получили уже фактуры за свет, за газ, да? Получили. Вы довольны этими суммами? А ведь это еще не зима. А ведь это еще не конечная цена на газ. Не конечная цена на электроэнергию. Еще все впереди. Позор этой власти. Больше нечего сказать. Кредиты, долги, неуважение к своим гражданам. Санду, как обычно, она не имеет времени выехать в села. Она не имеет времени посетить какое-то сельское хозяйство. Прийти и посмотреть, как школа существует, как садик существует. А кушают ли детки нормально в садике? Нет у нее времени на это. Она ездит в разные страны, получает ордена, непонятно за что, награды. Она ездит на Украину, договаривается тоже непонятно о чем. Наша страна кандидат на вступление в Евросоюз. И что это нам несет, какие блага, нам никто не объясняет. Документ с условиями вступления в Евросоюз нам никто не показывает. Какие условия? Что хорошего для республики Молдова в этом кандидатстве? А может быть там есть что-то такое, что нашему народу не выгодно совсем? Эта власть должна уйти в отставку. Эта власть рано или поздно уйдет в отставку. И я в этом уверена. Демиссия! Еще раз хочу призвать всех, абсолютно всех. Медиков, педагогов, пенсионеров, молодежь. Всех граждан республики Молдова. Выходите и выскажите свое мнение. Завтра может быть поздно. Эта власть вместо того, чтобы создавать рабочие места, создает нищету. Ведет нашу страну к уничтожению. Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Когда они выдвигались на выборах, партия желтых, циничных людей, пас, обещали, что в стране будет все совершенно по-другому. Санду говорила на русском, на гагаузском. Говорила, что будет соблюдать права всех граждан. Что 9 мая никто не отменит. Все свободно выйдут, смогут возложить цветы. Столько красивых было обещаний. Столько красивых слов. И все на ветер. Абсолютно все на ветер. Придя к власти, эти люди делают совершенно все наоборот. Они вредители. Они вредят своему народу. Пора их гнать из этих кресел. Гнать из того здания. Гнать отсюда из парламента. 40 миллионеров сидят в этих креслах. Позор! Позор! Позор!